Всем привет, с вами Алекс Ки. Сегодня мы попробуем с вами самые вкусные, на мой взгляд, фрукты Таиланда. Первый это тамаринд, рамбутан, личи. На мой взгляд, самые вкусные вот такие вот баклажанчики, мангостины. Также мне нравится маракуйя. Король всех фруктов Азии это манго. И мы решили взять попробовать канталупу. Она привезена из Японии. Первый фрукт тамаринд, он представляет семейство бобовых фруктов. То есть он также похож, наверное, на горох, только на коричневый горох и крупный. Он такой немного жестковатый. Внутри вот такая вот мякоть, такая вот штука, даже не знаю, как ее описать. Ну, типа пастилы. Внутри вот такая вот семечка. По вкусу напоминает больше какую-то пастилу из фруктов. Или же, если вы были на черном побережье или в груди, и пробовали настоящую чурчелу, похоже на что-то типа такое. Но только там это тоже сделано из сахарного сиропа и смеси фруктов и орехов. Но здесь вот это все натурально. Тамарин содержит витамин С, фосфор. Сразу могу сказать про все фрукты, которые произрастают на территории Таиланда. Они все богаты витаминами группы В, что очень благоприятно воздействует на нашу нервную систему. Чем также полезен еще тамарин? Его можно использовать как средство для похудения, для снижения уровня холестерина и для улучшения пищеварения, если у вас имеются такие проблемы. Следующий фрукт – это рамбутан. Рамбутан обладает очищающими и питающими свойствами. Также в нем содержится большое количество витамина С. А чистится, я не знаю, как правильно чистить, но я привык чистить просто, разрезать кожурку. Она тоненькая, но плотная. И как только вы ее надрезаете, ее можно легко просто почистить. И вот такая вот внутри сердцевина белая, но также там есть внутри косточка. По вкусу похоже на что-то очень сладкое и сочное, наподобие клубники, но немножко с другим оттенком. Следующий – это личи. Мы их купили в макро. Сейчас их сезон. Почистить их не так сложно. Они тоже такие же, у них тоже плотная шкурка. Рамбутаны и личи – это одно из семейства фруктов. Внутри тоже белая мякоть, но по сочности у личи намного сочнее. То есть она более водянистая такая мякоть. И более ароматная. Очень сочная. Более насыщенный вкус, чем у рамбутаны. На рынке их могут продавать в кульках, на таких целлофановых, либо веточками. Мы взяли вот такие вот. Они уже коричневые, но в основном они светло-розового, красного цвета. Личи богаты витаминами С, К, Е, П, П, группой В и А. Следующий фрукт – это маракуйя. Этот фрукт полезен также богатым количеством минералов и витаминов. Их просто не перечесть все. В предыдущих видеороликах вы видели, что нам посоветовали выбирать маракуйю немного потрескавшую. Такой фрукт очень сложно выбрать, именно чтобы он был сладкий. Потому что большинство, когда я покупал, они были немного кислые, либо чуть-чуть сладкие. И вот после экскурсии нам рассказали, что надо выбирать, которые будут с трещинками. Но на прилавке с трещинками не было. Их вот чуть-чуть тут совсем немного. Вообще сложно выбрать, потому что он нивелирует этот фрукт по готовности своей. Чуть уже по такой побитый, подгнивший. Но при этом он внутри будет сочный и сладкий. Но таких я еще пока не встречал. Поэтому, скорее всего, этот же будет тоже немного кисловат. Его просто разрезать ножом. Выглядит внутри вот так вот. Она очень сочная. У меня уже слюнки текут. Да, все равно кислая. За все время пребывания мне очень понравится маракуйя. Я ее стараюсь покупать каждый раз, когда посещаю рынки. Следующий фрукт. Это у нас мангостин. Выглядит он вот таким вот мини-баклажанчиком. Мангостин способствует укреплению иммунитета, ранозаживлению. А также противовоспалительным процессом. Его легко выбрать. Он должен быть немножко мягкий. Корочка такая должна быть податливая. Если вы видите на рынке вот таких вот цветов, то выбирайте обязательно темную, такого фиолетового, баклажанового цвета. И обязательно трогайте на ощупь. Они должны быть мягкие. Первый, если вы берете, то он будет недозрелый. Второй вариант, если вы возьмете, то он будет уже перезрелый. И корочка мангостина превращается в дерево. Можно так сказать. Она очень жесткая и даже вы не сможете разрезать. Разрезать я всем рекомендую вдоль. Потому что таким образом вам будет проще раскрыть сам мангостин. Он внутри выглядит вот такой вот красивый. Ну а потом вы просто можете взять и наломать кусочки аккуратно. Во всех сайтах, на всех сайтах написано, что обычно мангостин содержит внутри от 6 до 8 долек. Манго, который, наверное, самый любимый фрукт всех россиян, если вы пробовали именно самый настоящий манго. Их нескольких сортов. Все они вот сейчас мы перед вами будут представлены. Я даже не знаю, сколько, наверное, вообще, может быть, десятков, может быть, сотен даже сортов существует. Также можно его почистить разными способами. Я люблю чистить именно ножом. Вот так вот, как будто ты чистишь картошку. Многие режут на дольки. Кто-то режет пополам, отделяя сразу от косточки. И разрезает по диагонали. И получается тоже дольки, но потом ложкой все это отделяет и кушает. Вот так вот просто можно быстро почистить. Видите, семечко. Доль семечки я аккуратно проведу. Сочный медовый вкус. Просто обалдение. Следующий у нас идет канталупа. В интернете я прочитал то, что это очень похоже на дыню. Давайте попробуем и посмотрим, как она выглядит внутри. Посмотрите, такой очень нежный оранжевый цвет. Пахнет немножко дыней, но не ароматной. Не как наша российская торпеда. Очень напоминает дыню. С примеси какой-то морковки и тыква. Что за такое среднее. Очень достойное. Я рекомендую посещать Таиланд в разное время года. Потому что сезонность фруктов, она разная. Например, сейчас есть мангостины, личи. Скоро появились только не данные канталупы. Также сападилы и другие фрукты будут появляться в определенное время. Манго, ананасы, они есть постоянно. Поэтому я рекомендую посещать в разное время, чтобы попробовать абсолютно все фрукты и выбрать для себя самые вкусные. Ну а если вам понравилось видео, ставь лайк. Не забудь подписаться на канал. Также жми колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Но у меня на этом все. Будьте здоровы и пока.